МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Людмила Марченко. В эфире Управдом. Программа о самом главном ЖКХ. О благоустройстве улиц и дворов, подъездов и собственных квартир. Настало время быть хозяином в том месте, где мы живем. В июле большинство из нас были удивлены появлением еще одного платежного документа. Помимо единой расчетной квитанции, проще говоря, платежки нам принесли отдельную платежку на газ. Мы решили выяснить, почему поставщики ресурса и организации, которые занимаются обслуживанием газового оборудования, решили таким образом обособиться. Платим ли мы теперь в связи с этим больше? И где найти кассы, чтобы рассчитаться за газ? Вот уже несколько месяцев начисление за газ жителям Тамбова приходит отдельным платежным документом. Стало ли такое новшество обременительным для потребителей? Давайте разберемся по порядку. Наталья старается до 10-го числа сделать все платежи. Правда, теперь в ту же кассу она подает не одну квитанцию, а две. А плата за газ у нас составляет 36 рублей. Мы платим за то, что расходуем. Причиной появления отдельного документа послужило исключение Федеральной антимонопольной службы России из расчета платы за снабженческое с бытовые услуги компании-поставщика за трат на оказание единым расчетным центрам услуг по расчету платы за газ и штрафных санкций за несвоевременную плату. Напомню, что именно единый расчетный центр ежемесячно присылает нам, потребителям коммунальных и жилищных услуг, платежку за квартиру. В результате более 120 тысяч тамбовских абонентов перешли на обслуживание в компанию «Газпром Межрегион Газ Тамбов». Это потребовало от газовиков большой подготовительной работы. Проверить и привести в соответствие информацию по абонентам. Организовать дополнительные места приема платежей. Мы считаем и мнением граждан мы подкреплены, что стало оплатить удобнее в силу того, что количество мест приема увеличилось десятикратно. Если ранее единую квитанцию граждане могли оплатить в 40 или 50 пунктах приема платежей, которые создал ЕРЦ, то теперь квитанцию за газ и ТОВДГО граждане могут оплатить в стационарных пунктах, количество которых около 400 на территории города Тамбова. Заплатить за газ без комиссии можно, как и прежде, в кассах единого расчетного центра, а также в кассах газовой компании, Сбербанке и Почте России. В тех же пунктах оплаты, в которых можно оплачивать квитанцию, там же и передаются показания. Если с электронным оператором приходится общаться, то человеку нужно самому произвести операцию по внесению показаний следующих, на которые будет начисление произведено за газ по итогам текущего месяца. Получив отдельную квитанцию за газ, некоторые абоненты были удивлены, что пришла она не на собственника квартиры, а на прежнего владельца. Важно напомнить, что по закону именно сами владельцы должны сообщить в газовую компанию информацию о смене собственников домовладений. Существует ведь определение, установленное федеральным законодательством, обязанность гражданина при изменении собственника сообщать поставщику газа эту информацию. Не только это, но и об изменении газового оборудования, изменении отопленной площади, то есть всех параметров газопотребления, которые влияют на объем, сумму начисления, на правильность указания информации персональной в квитанции. Таким образом, собственники квартир, которые не озадачились своевременным переоформлением документов, получили квитанцию на другую фамилию и с начислением прежних владельцев. Давайте подытожим. Федеральный закон обязывает гражданина сообщить поставщику газа, если изменяется собственник квартиры, если в квартире меняется газовое оборудование, если количество газовых приборов увеличивается, ресурсы поставщику необходимо сообщить, если вы решили увеличить площадь помещения, отапливаемого газом. Все это влияет на объем расходования газа, а следовательно и на сумму к начислению. Кроме того, эту информацию вы должны донести до организации, которая занимается обслуживанием внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Так называемое расщепление платежной квитанции неудобств у Натальи не вызвало. Оплачивая общую квитанцию за квартиру, она сразу же рассчитывается и за газ. В планах освоить современные технологии оплаты через интернет, чтобы тратить еще меньше времени и на эти платежи. Мобильная связь сейчас удобная в наше время, поэтому я оплачиваю интернет, оплачиваю телефон через мобильную связь. Я думаю, не составит труда мне разобраться, чтобы оплачивать услуги ЖКХ и квитанции через интернет. Платежи за газ можно сделать еще проще. Для этого специалисты рекомендуют установить в телефон мобильное приложение «Мой газ». Такая опция позволяет привязать даже несколько лицевых счетов к одному смартфону. И активный пользователь интернета может заплатить и за себя, и, например, за родителей, и за бабушек, дедушек. Получаем мы рабочий стол нашего личного кабинета. Здесь у нас отражаются наши текущие показания газа. Можно посмотреть средний расход газа, наше газовое оборудование, историю платежей. То есть он очень информативен, практически всю исчерпывающую информацию по оплате газа вы здесь можете почерпнуть по своему лицевому счету. Соответственно, можно и провести оплату. Введя текущие показания, программа автоматически рассчитает сумму оплаты, исходя из текущего тарифа. И с помощью банковской карты, данных банковской карты, вы можете конфиденциально, ну, естественно, эта программа защищена всеми протоколами безопасности, произвести оплату. Оплата производится без комиссии, как за текущее газопотребление, так и за проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Поплатить хотела бы, чтобы не было задолженностей и штрафных санкций, которые мне и применили. Скажите, а для того, чтобы мне переоформить собственника вот этой газовой точки, куда я должна обратиться? Какое окошко мне пройти? Шестой кабинет при наличии договора на техническое обслуживание. Если у вас нет договора на техническое обслуживание, то нужно обратиться в обслуживающую организацию. Вас обслуживает, сейчас посмотрим. Рубин-сервис. Рубин-сервис, сейчас нам вам телефончик. Позвоните. То есть при наличии договора к нам можно обратиться, при себе иметь договор на техническое обслуживание, свидетельство на собственность и паспорт владельца. Нельзя забывать и об ответственности, которую несет собственник квартиры при использовании газов быту. Поэтому все документы на газовое оборудование в вашей собственности необходимо привести в полный порядок. Давайте подытожим. Если вы приобрели жилье в собственность, а начисление приходит на прежнего хозяина, то переоформить документы в газовой службе – ваша обязанность. Для этого необходимо заключить договор с обслуживающей организацией на обслуживание газового оборудования и предоставить следующие документы. Паспорт гражданина. Документ, подтверждающий права собственности и документ на газовое оборудование – на счетчик. Газовики напоминают, что оплачивать за газ надо вовремя. Неплатежи по квитанциям незамеченными не останутся и отношения с абонентом могут перейти в судебное разбирательство. Газовики предупреждают, что несвоевременная оплата газа влечет дополнительные траты. Предположим, что просроченная задолженность – 1000 рублей, и период просрочки составляет более двух календарных месяцев. Стоимость приостановления и повторного возобновления газоснабжения в зависимости от сложности обойдется должнику от 2242 рублей, а в случае применения сварки – от 11 400 рублей. Поставщик обращается в суд с заявлением о взыскании задолженности. Стоимость госпошлины – 200 рублей. Если должник не допускает газовиков для проведения работ по отключению газа, то поставщик газа обращается сразу в суд, и размер госпошлины составляет 6000 рублей. Итоговая сумма переплаты в данном случае составит 9442 рубля. Добавьте к этому потраченное на разбирательство время и нервы, и вы сможете реально оценить, какова истинная цена несоблюдения платежной дисциплины. Уважаемые оппоненты, поэтому на этом примере вы прекрасно видите, что та сумма, которую мы с вами сейчас посчитали, она многократно превышает основной платеж. Поэтому платите за газ вовремя и своевременно. Внимание! Что необходимо делать, если вы почувствовали запах газа? Природный газ не имеет запаха, но чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с резким специфическим запахом, напоминающим запах тухлых яиц. При появлении запаха газа необходимо Немедленно прекратить пользование газовыми приборами Перекрыть краны на приборах и на газовых трубах Открыть окна или форточки для проветривания помещения Покинуть загазованное помещение Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы Не пользоваться электрозвонками Вызвать аварийно-диспетчерскую газовую службу по телефону 04 из незагазованного места Дождитесь прибытия аварийной бригады Внимание! При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, на улице Необходимо действовать следующим образом Организовать проветривание помещения Сообщить окружающим о мерах предосторожности Постараться предотвратить включение-выключение электроосвещения, появление открытого огня и искры Постараться удалить людей из загазованной среды Сообщить в аварийно-диспетчерскую газовую службу по телефону 04 из незагазованного места Дождитесь прибытия аварийной бригады Телефон аварийно-диспетчерской газовой службы 04 А это история о труженице тыла 14-летней девочке Лилия Александровна вместе со сверстниками наравне со взрослыми отправилась в колхоз Для того, чтобы обеспечить надежный тыл для тех, кто защищал родину Спустя много лет война снова пришла в ее дом Только врагом для своих внуков и правнуков стала 90-летняя труженица тыла Которая не хочет выселяться из собственной квартиры Из близких людей у 90-летней женщины осталась только внучка Она ходит в магазин и помогает по хозяйству Отношения с другими родственниками испортились из-за квадратных метров Которые, по их мнению, женщина занимает слишком долго Выселить из собственной квартиры 90-летнюю труженицу тыла пытаются не черные риэлторы, а правнучка По документам бабушка оказалась без прописки, а квартира приватизирована без ее ведома В 61-м году мы получали, а я жила на Советской, вот большой там угловой дом, угол Советской, Чечкановой Там на три хозяина мы жили, вот, а поэтому мы рады были получить эту квартиру Квартиру на Мичуринской женщина по праву считает своей Она получила ее вместе с мужем, содержала ее, здесь воспитывала детей и внуков Жили и платили за квартиру, я боялась, раньше как было Если вместе заплатишь, то придут сюда и чуть, а для меня, точнее, ножа, если ко мне придут, воевать кто С течением жизненных обстоятельств вынудила Лилию Александровну выписаться из квартиры В Ленинграде тяжело больной дочери необходим был уход А после ее смерти потребовалась и опека над внуком Прописка в городе на Неве была одним из условий ее оформления Но доктора посоветовали болезненного мальчика из холодного климата увезти Лилия Александровна снова вернулась в Тамбов, оставив за собой прописку в другом городе Ситуацией воспользовалась одна из внучек Они ее приватизировали без меня Я ее знать не знала Я к ним езжу Там еще дочь, вот какая сидела тут у меня, она поднимала весь вопрос Вот, я приеду к ним в селустве В семнадцатом даже году приеду, привезу ей Ну что там, ряженка, что такое Ну дочь, как бы она со мной не ругалась, все равно дочь Вот А они в это время приватизировали Спустя годы, собственница правнучка, как это ни странно звучит, отреклась от бабушки И предложила ей освободить квартиру Действовать решила не по совести, а через суд Заявив, что потребовались деньги, а родственные связи с бабушкой утрачены Семейные связи сохранены Истица является правнучкой, суверной Лилии Александровной В связи с чем, по нашему мнению, мы считаем, что Лилия Александровна имеет право пользования данным живым помещением Все, что нужно Лилии Александровне, это спокойно дожить свою старость в этой квартире Теперь от решения суда будет зависеть, как доживет свой век труженица тыла А может быть произойдет чудо, и бабушку все-таки отблагодарят спокойствием за заботу, которую она подарила своим внукам Мы в шоке все от этой истории, да Здесь так вот А вообще Как застраховаться можно от этого? Застраховаться? Нет Я думаю Нет На совести детей и внуков Да Всегда себя сама обслуживает Я не знаю, как чулен И как всегда в конце программы, полезный совет от Управдома Если на вашем утюге образовался нагар и нет специальных средств, которые помогут это убрать Воспользуйтесь обычной солью Горячим утюгом проглаживаем соль Как видим, поверхность утюга становится чистой Ну а на сегодня это все С заботой о вас Управдом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому